Всем привет! Продолжаем говорить об основах физического моделирования и основы физики. Короче, начальный курс физики, можно сказать. Школьный даже курс вспоминаем. Итак, трение сегодня рассмотрим. Основы трения. Вот, потому что трение тоже используется в моделировании, тоже в упрощенном виде, но оно есть и оно моделируется. Так, что такое трение? Трение это представляет собой сопротивление в направлении противоположном направлении движения. Следовательно, может быть смоделирование при помощи использования силы, которую называют силой трения. Итак, смотрите, вот у нас есть рисунок и вот у нас некий объект с какой-то массой. Так вот, есть сила, с которой объект притягивается. И есть другая сила, которая как бы давит на этот объект. Ну, по закону Ньютона, сила действия равна силе противодействия. Вот две силы. Объект сейчас этот находится в состоянии покоя. Вот, и в данном случае есть еще такое понятие, как трение, коэффициенты трения. Вот. И эти коэффициенты различаются как статический коэффициент трения и кинетический. Вот. Статический коэффициент трения это тогда, когда у нас объект не двигается. То есть он находится в состоянии покоя. Вот. И вот этот коэффициент трения можно... Ну, даже это сила. Вот это М, это не масса, это мю. Мю. Вот. Ну, я тут не мог написать эту мю. Надо или латекс эту формулу использовать, я не знаю, еще не разбирался. Короче, это не масса. Масса вот здесь. То есть это сила, да, это вес. Вот. А вот это мю. Мю статик. То есть есть коэффициент статический, да. И он равен... Чему он равен? Он умножается на вот эту силу противодействия N, которая со знаком минус. Здесь N равно минус масса умножить на G. Это ускорение свободного падения. Здесь же вес, да, объекта. Вот он. Ну, сила, с которой он притягивается. M умножить на G. Вот. Со знаком плюс здесь M. Так вот, а статический коэффициент, вот этот, ну, статический случай, вот это мю статический коэффициент. Вот. И чтобы получить эту силу, мы берем этот коэффициент, вот, и умножаем на N. На вот это. Вот. И в данном случае V скорость у нас равна нулю. Вот. И это статический случай. Кинетический же случай наступает тогда, когда объект начинает двигаться. Ну, к примеру, вы могли, наверное, заметить. Вот. Когда мы что-то двигаем. Ну, там, кровать можно двигать, тумбочку тяжелую или еще что-нибудь. Вот. Тяжело сдвинуть. Но когда мы сдвинули, уже легче это движение поддерживать. Вот. Поэтому статическое трение, это трение покоя, действует между соприкасающимися телами, находящимися в покое друг относительно друга. А вот. Кинетическое трение, это трение скольжения, действует между соприкасающимися и движущимися друг относительно друга телами. Статическое трение больше кинетического для одних и тех же тел Или же коэффициент трения покоя больше коэффициента трения скольжения Поэтому в данном случае у нас и проявляется Столкнуть объект, начать его движение гораздо тяжелее По-разному гораздо или просто тяжелее, чем поддерживать движение Так вот, когда объект начинает двигаться Вот, давайте сюда дорисую и укажу, что мы начинаем толкать Толкать, вот, когда объект мы начинаем толкать То проявляется уже кинетический случай И здесь скорость Ой, 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 ой Так, а как мне? А, вот, и скорость, давайте, уже не равна нулю А больше нуля Вот, и это у нас уже кинетический случай И в этом случае у нас уже вот здесь уже не статик А давайте напишем кинетик Кинетик Вот так вот, раз И вот здесь Кинетик Вот, и вот здесь вот этот кинетик То есть закон описывается Точнее модель Или формула Она описывается следующим образом М-масса М-масса Умножить на G И умножить на мю Это не м, а мю Давайте я, может быть, в скобочках к напишу Мю кинетик То есть вот этот коэффициент статический Вот То есть эти коэффициенты Они зависят От различных условий То есть это и материал объекта Ну, как минимум Материал объекта И материал плоскости По которому он скользит Вот Поэтому Для разных Объектов С различными Материалами Есть свои коэффициенты Точно так же и для поверхности Вот Но в случае простого моделирования Это все можно упростить И привести К одному единому коэффициенту Убрать Статик и кинетик И просто там Взять и использовать Всего лишь один какой-то коэффициент Ведь Мы создаем Наши собственные Виртуальные миры И в котором Мы можем Описывать свои законы физики И для упрощения Можно использовать Всего лишь один коэффициент Так вот Когда же Объект начинает двигаться Объект начинает двигаться Тогда Когда Вот эта сила Которую мы прикладываем К объекту Больше Чем Вот эта вот сила F Кинетик Вот Тогда Когда она больше Прикладываемая сила Тогда Объект Начинает двигаться Вот Но Там даже Я тут оговорился Не Кинетическ Не вот эта сила Не кинетик А статик Потому что Статический коэффициент Как мы уже обсудили Больше Чем Кинетический Так вот Когда Эта сила Превышает Вот Силу Статическую Тогда объект Начинает двигаться Вот Когда мы силу Отпускаем То Ну Перестаем Воздействовать на объект То Наш объект Замедляется И в результате Останавливается Что требуется В моделировании В самом простом виде В моделировании Требуется Просто Уменьшение Скорости Всех Движущихся Объектов До тех пор Пока Объект Не остановится Вот И это Можно сделать Очень Легко И просто Чтобы не Учитывать Всех Этих Сложных Формул И множество Факторов Итак Давайте Как это Рассмотрим Как это В самом Простом Виде В 1D Мире Можно Сделать Вот 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 Так Есть Х Есть Скорость И есть Сила Трения Все На каждой Итерации Или виртуальной Секунде Или на каждом Кадре Мы получаем Что Мы Смещаем Наш Объект Мы его Двигаем До тех пор Пока Скорость Больше Нуля Вот И эта Скорость Каждый раз Уменьшается На вот Эту Некий Коэффициент Или на Силу трения Вот Это Упрощено И Это Упрощение Вполне себе Нормально Работает Для Двухмерных Игр Даже Где-то Может быть И для Трехмерных Игр Вот Для Двумерных Игр Это Можно К примеру Какое-то Поле Футбольное Или Бильярдное И Задать Ускорение Какому-то Шару И На Каждой Итерации Движения Эту Скорость Уменьшать На Некий Вот Такой Коэффициент И Шар Будет Постепенно Замедляться Замедляться Пока Он Не Остановится Эта Сила Схожа С Гравитация В прошлый Раз Мы Рассматривали Гравитацию Если Кто Не Обратил Внимание Там В Том Видео В Описании Есть Ссылка На Пример На Видео С Примером Вот Так Мы Рассматривали Гравитацию И Здесь Некая Схожесть Есть Гравитации И Трение Вот Схожесть Именно Вот В В Этом Расчете Как Ничего Удивительного Здесь Нет Потому Как По Природе Эти Две Силы И Гравитация И Трение Они Как Бы Описываются При Их Природа Описывается Одними И Теми Же Законами Ньютона То Системе С Постоянной Силой Вот Поэтому 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 Просто Разные Названия Вот Ну На Сегодня Все Подпишись Обязательно Чтобы не пропустить Следующее Видео В следующем Видео Мы Поговорим О Трении На Наклонной Плоскости То есть Сегодня Мы поговорили Просто Об основах Трения Но В следующий Раз Поговорим Когда У нас Есть Наклонная Плоскость И На Этой Наклонной Плоскости Находится Объект И Случай Когда Он Начинает Движение И Потом Там Останавливается Или Еще Что Нибудь Вот Еще Не знаю Как Там Все Будет Но Говорить Об этом Обязательно Будем Вот Поэтому Всем Спасибо За Внимание Подписываемся Комментируем Ставим лайки Делимся И Все Что Всем Пока Подписывайтесь